25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Заболевания этого органа встречаются довольно часто и не в последнюю очередь от того, что более 2 миллиардов людей в мире живут в состоянии йодного дефицита. Из них у 700 миллионов наблюдается эндемический зоб увеличения щитовидной железы. Практически вся территория России имеет дефицит йода. И Тверская область не исключение. Только в нашем регионе заболевания щитовидной железы выявлены у 40 тысяч человек. Как избежать проблем с этим важным органом, рассказали специалисты. Заболевание щитовидной железы занимает второе место в Тверской области по распространенности после сахарного диабета. Сам по себе маленький орган выполняет важнейшие функции в нашем организме. Именно функция щитовидной железы определяет работу всего организма. Мыслительные процессы, психическое состояние, нормальное функционирование сердца и состояние костей. Репродуктивная функция и у мужчин, и у женщин. Дефицит йода приводит к тому, что щитовидная железа нуждается в йоде для синтеза гормонов. Она не справляется со своей функцией. Она начинает увеличиваться в объёме. Сначала диффузно, далее образуются узловые образования, которые в итоге могут приводить к формированию токсической аденомы. Зябкость, сонливость, снижение памяти и склонность к запорам – это первые признаки недостатка функции работы щитовидной железы. В этом случае стоит обратиться к врачу и проверить её гормональный уровень. А для того, чтобы все в семье были здоровы, достаточно употреблять вместе с пищей иодированную соль. Причём на постоянной основе. Это важно не только для беременных женщин, но также и для маленьких деток, прямо начиная с рождения. И, конечно же, для взрослых пациентов. Детки в возрасте от 0 до 5 лет должны употреблять 90 микрограмм в сутки. Дети до 12 лет, соответственно, с 5, до 120 микрограмм в сутки. От 12 и взрослые пациенты до 150 микрограмм в сутки. И беременные женщины 250 микрограмм в сутки. Медицина в первую очередь должна строиться на профилактике, подчёркивают медики. Достаточно употреблять норму йода в соответствии с возрастными нормативами, чтобы быть здоровым. Если же у человека зафиксирован йододефицит, то при регулярном употреблении в своём рационе иодированной соли через два года эта проблема будет решена.